СПОРТ 1 ГОЛОС ГРАНПРИ 2 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 СПОРТ 1 ГОЛОС ГРАНПРИ 3 СПОРТ 1 ГОЛОС ГРАНПРИ 2 И главное, главное, перед ней не проводится квалификация. Все пилоты, которые финишировали вчера с девятого места и вплоть до сошедших, так и расставляются по стартовой решетке. В девятом, соответственно, ну и если ты первым сошел, то ты стартуешь с последнего места стартовой решетки. А вот первая восьмерка переворачивается. Этот принцип раньше был в той же самой мировой серии, но потом от него отошли, а здесь наоборот. Этот принцип позволяет, скажем так, ужесточить борьбу. Потому что вот, например, у нас есть два явных фаворита. Накануне мы видели Фабио Леймер и Стефано Калетти. Они действительно были на порядок лучше всех. И вот чтобы им жизнь не казалась медом, им не дают стартовать сегодня с первой линии стартовой поля. Их отправляют на седьмое и восьмое места. И вот оттуда они будут прорываться. Но для нас с вами это даже очень здорово. Потому что вы видели, что на пол позиция у нас пилот команды русское время Том Дельман. А на третьем месте, непосредственно у него за спиной на стартовой решетке, еще один пилот нашей команды Сэм Бёрд. Вчера они финишили шестым и восьмым, но вот по этому принципу перевернутой решетки, соответственно, оказались впереди. И справа на ваших экранах как раз Том Дельман. Ну а мы ждем начало прогревочного круга и ждем, чтобы пилоты стартовали. Потому что накал борьбы здесь высок, не меньше, чем в той же Формуле-1. Тем более, что выступают здесь юниоры. А юниоры это всегда большее количество ошибок, большее количество борьбы. Наверное, даже можно так сказать просто потому, что они рискуют там, где, может быть, более опытные пилоты уже не стали бы рисковать. Что касается трассы, то здесь любят скорость. И мы знаем, что у нас две прекрасные ближневосточные трассы. И на обеих будет Гран-при 2 присутствовать, не только в Формуле-1, и в Абу-Даби, и в Бахрейне. Мы видим стартовую решетку. Здесь гораздо меньше механиков, чем, может быть, привыкли мы видеть на Формуле. Потому что здесь тоже ограничено количество человек вокруг одной машины. И гораздо более жесткое число, я бы так сказала, чем в той же F1. Ну, две минуты остаются до старта. Точно так же механики должны эвакуировать стартовую решетку за это время. Может быть, они тоже чуть более неторопливы. Но, опять-таки, нужно понимать, что очень любит Бруно Мишель, например, организатор серии Гран-при 2, повторяет следующий момент. Вы можете участвовать в Гран-при 2 за 1% той суммы, которая вам потребуется для участия в Формуле-1. И вот побить это практически невозможно. При том, что машина это 612 лошади, это 4 литровые 8, это полуавтоматно с переключением на руле, 6 передач. В общем, машина, которая едет всего на несколько секунд медленнее. Я должен вам сказать, что, например, пол Леймера был гораздо быстрее, чем, ну, пусть и с отказом коробки передач, но то, что тот же самый Рудольфо Гонсалес смог показать в пятницу за рулем Марусь, при том, что у них почти нет вкатов Гран-при 2, всего полчаса тренировки, затем полчаса квалификации. Поэтому машина действительно очень быстрая, и пилотам свойственно совершать небольшие ошибки. Ну что ж, раз пошел у нас прогревочный круг, то самое время как раз представить стартовую решетку. И так мы уже говорили на пол-позишн Том Дельман. И вместе с ним новичок этой серии, очень здорово проведший вчерашнюю гонку, набравший свои первые очки в этой серии, англичанин Эдриан Куэйф Хоббс из молодой команды МП Моторспорт, которая заменяет колонии по ходу этого сезона. Второй ряд стартового поля и второй пилот нашей команды Сэм Бёрд. Что касается человека, который состоит в его компании, то это Джолиан Палмер из команды Карлин. Его партнер по Карлину Филиппе Нассер, один из главных героев вчерашней гонки, следом на третьем ряду вместе с Александром Росси. Дебют, да, у него было пару гонок в Гран-при 2 Азия несколько лет назад, но вот в основном чемпионате Гран-при 2 это его дебют, и он сразу же вчера приехал на подиум. Так что замена Мачинько в команде Кейтером для него прошла просто здорово. Очень интересно. У нас четвертый ряд стартового поля. Это два вчерашних бойца за победу. Это Калити из команды Рапакс и Фабио Ляймер, который блистал все выходные из команды Рейсинг и Инжиниринг. Я даже скажу, что вторые выходные подряд уже, потому что в Малайзии тоже именно эти люди и боролись в основном. Впереди именно эти люди и возглавляли чемпионат. Сейчас у них вообще поровну очков. К этому мы еще вернемся. Сейчас пока к пятому ряду. Там партнер как раз Калити по Рапаксу, швейцарец Симон Трюмер. Ну и один из главных возмутителей спокойствия венесуэлец. Чикотта во втором поколении. Джонни Чикотта младший из команды Арден. Следом за ним на шестом ряду стартового поля не путать с Чикотта. Кевин Чикон и состоит его компанию Джеймс Каллада из АРТ Гран-при. Как и Каллада прорывался вчера из последних рядов Маркус Эриксон из Дамсу. Он квалифицировался на первом ряду, но заглох. Сказал, да, это была моя ошибка, некого винить. Но смог таки прорваться все-таки до 13-го места с 26-го. Сегодня планирует прорываться дальше уже в очковую зону. Вместе с ним молодой дебютант из Гран-при 3 Даниэль Апт, который представляет здесь знаменитейшую команду АРТ. На восьмом ряду у нас также знаменитейшая команда в полном составе. Барва Адакс, Рио Хорианту и Джейк Резинцвейк заняли свои места с 15-го по 16-й. Затем за Трайденц Наталь Бертон и Рене Биндера. Встретит, который неплохо выглядел на машине команды Венесуэла Лазарус. Второй рейсинг-инжиниринг тоже вчера неплохо выглядел. Хулиан Лиаль сегодня будет стартовать, правда, только с 19-го места. Но в любом случае даже в какой-то момент у него отличное время было. Дальше Серхио Иконамасас. Еще один возмутитель спокойствия. Об этом еще поговорим. Еще один новичок Робин Фрянс ехал здорово, но тоже получил штраф за излишнюю горячность. И вместе с ним на 11-м ряду молодой итальянец Кевин Джавеси. И еще более молодой Митч Эвенс у нас на 23-м месте из-за своей вчерашней поломки из-за схода. И Стефан Грикельми составит ему 12-й ряд стартового поля. Грикельми на Дамсе как раз и стал жертвой Фрянса в той самой аварии. Ну и Пол Вархаук, у которого нашли проблемы с тормозами из Хилмера. И Даниэль Де Йонг из МП Моторспорта. Это последний ряд. Вот как раз вы видите машину Дамса, машину Хилмера и машину МП в оранжевых цветах, которые занимают сейчас последние места на стартовой решетке. Трасса, естественно, все та же, все те же 5 километров, 412 метров, как и в Формуле-1. Но дистанция не 57 кругов и даже не 32, как было накануне у Гран-при 2, а всего 23. Правда, нет обязательной смены резины. Итак, 23 круга. Впереди два пилота российской команды первой тройки. Старт. И мы видели очень большую пробуксовку у Куэйфа Хоббса. Помогло ли ему это или нет. Дельман сохраняет пока, по крайней мере, лидерство. Но Куэйф Хоббс непосредственно на хвосте. А там и Росси пытается прорваться через ухо. Тройной вход в первый поворот и все. Смотрите, сзади как раз Барва Адакс с взлетом. Там много обломков и от Росси. И от Хорианта мне показалось тоже. Так, два боли российского времени возглавили Пелетон сейчас. Вообще, вчера самому Берду удался просто феноменально фантастический старт. Я не побоюсь даже два таких синонима подряд. Потому что, если когда-нибудь найдете там где-нибудь на Ютьюбе, пересмотрите обязательно, как человек из последних мест первой десятки приехал на третью позицию, к первому повороту уже. Вот, но сегодня не так ярко может быть. Он стартовал, а здесь со стороны Чикотто. Чикотто, который вчера как раз Чикона обогнал на последних минутах. И это позволило ему взять и одну очко за десятое место, и еще два очка за лучший круг. Потому что мы говорили Леаль, да, но Леаль не был в первой десятке. А лучший круг за него два очка начисляются только тем, кто финишировал в первой десятке. Вот второй лучший круг после Леали был как раз у Чикотто. Он вроде бы был одиннадцатым и тоже бы не получил за него. Но обгон Чикона, у которого совсем поплыла резина в конце. И в итоге лучший круг, два очка за него достались ему. Так что, в общем, Джонни Чикотто достаточно неплохо пока проводит этот уикенд. Несравнимо с теми безобразиями, которые он сотворил, я бы сказал, в Малайзии. Здесь даже он стал жертвовать за него. За блокировку его квалификации наказали Джавеси тремя позициями накануне. Ну и Каллада был наказан в десяти. Ух ты, здесь внутри командная борьба, даже без особой борьбы Дельман. Я не знаю, нажимал ли Игорь Мазепа на кнопку имени Роса Брауна. Не думаю. На самом деле, в любом случае, ни Дельман, ни Бёрт. Я не думаю, что стали бы подвиноваться уже после первого круга. Да, это видно к первому повороту. Сейчас будет контратака. Дельман и... Нет, похоже, не проходит этот маневр. Напомню, что у нас самое обгонное, пожалуй, место этой трассы. Это первый поворот. Ух ты, здесь чуть было не до контакта. Два пилота нашей команды боролись. А там это, кстати, на руку тому, кто идёт третьим. И вот, собственно, мы видим. Видится обгон. Да, Калитти очень неплохо стартовал. Если мы видели, что у... Да. Почти без борьбы прошёл Дельмана. Леймер, это как раз там возникли проблемы с самого начала. И я сразу должен извиниться, что лайфтаймент у нас так и не работает. Всё это вручную. Каждый раз нужно перезагружать. Мало того, что у него какого Wi-Fi здесь, естественно, не появилось. Но и вот теперь перестало работать даже то, что работало раньше. Поэтому, в общем, мы с вами как бы сейчас в достаточно сложных условиях. Но будем стараться. В общем, Леймер пока у нас далеко, мы видели. Ближе к хвосту первой восьмёрки. Вот его как раз красная жёлтая машина здесь. Ну, а его партнёр по четвёртому ряду уже очень неплохо стартовал. Мы видели, к первому повороту он уже был в первой четвёрке. И затем вот смог пройти теперь Тома Дельмана. Как, собственно говоря, и Сэм Бёрд. Была атака, контратака между двумя пилотами российской команды. И теперь, собственно говоря, Бёрд начал отрываться. Но буквально на хвосте у него уже Стефано Калетти. И Калетти, который, собственно, выиграл вторую гонку. Первую выиграл Леймер. Это было на Сипанге. И вот та же ситуация пока здесь, на Сахире. Первую гонку выиграл Леймер. И Калетти, конечно, надеется выиграть вторую. Но всё-таки держим кулачки за Сэма Бёрда. На этот раз никакой Калада не прилетел там по траве, как радиоуправляемая ракета. Не выбил его с трассы. И Сэм Бёрд пока держится. Весь вопрос, конечно, будет по резине. Я чуть позже объясню, почему. Выдержит ли резина. Хватит ли информации инженерам этой молодой команды. И смотрите, здесь Нассер атакует тоже Дельман. На этот раз не так просто его пускает Дельман. Но такое ощущение, что темп абсолютно разный. Потому что один за другим проходят его пилоты. Там Хоббс уже тоже сейчас будет на хвосте. Да, очень жаль. Мы видели сейчас крупным планом, как раз, когда была показана машина Тома Дельмана. У него те же самые, что и у большинства. Естественно, оранжевые ободки. То есть более жесткий тип резины. Поскольку здесь нет обязательного пидстопа, то на 23 круга могло и не хватить. Тем более, что в отличие от F1, где перешли на медиум, здесь так и привезли. В принципе, пилоты вольны выбирать среди вот тех пяти комплектов. Ну, один надо сдать только после свободного заезда. Дальше на квалификации и две гонки остается по два мягких и жестких. По традиции, в принципе, в квалификации понятно, что более мягкий. Понятно, что затем в гонке большая часть в какой-то момент многие на старте, а многие после пидстопа использовали мягкий. Соответственно, уже не остается нового мягкого, а 23 круга и по такой жаре. Поэтому рискнуть и поехать с самого начала на мягком, я думаю, что никто в итоге все-таки этого не сделал. Просто могло не хватить до финиша и пришлось бы ехать на пидстоп, что поставило бы в неправильную позицию относительно остальных пилотов. Думали долго, до последнего момента в русском времени сегодня, до самого старта, может быть, этой гонки. Но в итоге, вот я вижу по дельману, по крайней мере, что не пошли на эту тактику. Наверное, она была бы, может быть, красивой, да, и супертемп на первых кругах, но затем заветомо прозрачный. Очень похож звук мотора на звук Формулы-1, еще более мощный. Что касается дельмана, то посмотрите, уже Квайхопс сейчас готовится его атаковать. Там и Ляймер, там и Калада уже, так что теряет немного темп. Вот Лиаль, партнер Ляймера с Де Йонгом как раз. И ух, как далеко-то у нас Фрянец. Фрянец не прорывается. Мы думали, что вот замедленный повтор, много было пробуксовок. Красиво сразу же начал смещаться, да, вот здесь... Мне сказалось, чуть замедлился. Берт, да, замедлился. Берт. Вот здесь, смотрите, Россия еще... И Россия нырнул внутрь. Ляймер вроде бы хорошо вот здесь был, но, видимо, его затерли в первом повороте затем. Оказался внутри, почти до контакта. А был контакт с Россией у него, двойной даже. Поэтому и обломки полетели. Да, и Россия заезжал на пидстоп и Эриксон, который мы говорили. Хороший был старт у пилота-кейтера, но потом вот в этой, в первой повороте, в вечной неразберихе. Мы говорим еще раз повтор с вертолета. Там Рикельми чуть было не потерял свою машину, он перетормаживал. Едва не устроил страйк в первом повороте, но затем... Затем прорвался очень хорошо. Успел остановиться, да. Он на 17-м, по-моему, месте сейчас идет. На 16-м даже. Даже на 16-м. По последним данным после третьего круга. При том, что 24-м стартовал, то есть, можете себе... Мы видели, полностью был повернут руль. Ух ты, а здесь с Леймером-то как раз и был контакт. Да, Леймера, еще раз повторюсь, если кто не смотрел накануне, одна из четырех машин, на которых стоят камеры. Есть камера и у Сэма Берда, и у Плити тоже. И там Барва Аддакса аж подлетала. Это Хорианта как раз, Хорианта. И сейчас он продолжает участвовать в гонке, но после пикстопа он проигрывает уже минуту и 11 секунд по лидирующему Берду. А Эриксон тоже вернулся на трассу, он самый последний. И у нас быстрый круг от Сэма Берда. 1,45465 тысячных. Здесь за быстрый круг не даются очки. Жестко-палмер. Жестко-палмер за Каллада. Но Каллада, смотрите, на этот раз, в отличие от Эриксон, Эриксон второй раз не повезло. Вот Каллада продолжил как бы свой прорыв. И сейчас он с другим пилотом своей команды с Аптом. Почти одинаковая машина АРТ, но у Апта достаточно много желтого. Это его спонсоры немецкие. Мы об этом вчера говорили. И вот Рыкировка произошла также в команде АРТ. Каллада, который легкой жизни там не дал даже, собственно, перешедшему в Формулу-1 Бутерасу в прошлом году. При том, что Каллада был новичком серии, да. Поэтому от него очень многого ждали. Здесь он чуть-чуть, может быть, провалил начало этого уикенда. И связано это было тоже со штрафом, который у него еще с Сипанга оставался. И 10 позиций, это, конечно, очень много на решетке. И вот в итоге вчера не очень получилось. Но вот сейчас Каллада уже в очковой зоне. Напоминаю, что сегодня очковая зона тоже более короткая. Это не 10 человек, а 8. 8 человек. И очки начинаются не с 25, а с 15. 15 за победу и так далее. Сейчас по очкам, вот мы так и не сказали, по 54 у Леймера и Калити. И достаточно большой уже отрыв. Насар 36. И вдвое меньше у Каллада и Палмера. У них по 18. Дальше Сэм Бёрд, пилот российской команды на 6 месте. И у него 16 очков. У Атома Дельмана 4 очка, он на 14 месте. Вообще российское время есть 13 команд. Сейчас на 5. 20 очков, столько же, сколько у Ардена знаменитого. На 2 больше, чем у АРТ знаменитого. Поэтому для команды новичка, конечно, это очень приятно. Это очень здорово, не знаю, продолжится или нет. Но вот пока Бёрд продолжает идти с лучшими временами. Это очень здорово. Он продолжает лидировать. Конечно, до финиша еще достаточно много. И мы видим, люди все-таки начинают сворачивать на фикс-стоп. Там Канамасов к первому повороту. Смотрите, атака на Чекона. Но не сдается так просто. Это итальянский пилот. Канамасов здесь действительно плохой мальчик уже в гран-при 2. И в прошлом этапе в Малайзе он скучал по шлему на взвешивание. Здесь его отправили на последний ряд. Как раз это его ошибка. А на последний ряд стартового поля вчера из-за того, что он выталкивал, подождал на круг и опять вытолкнул соперника. Чекона как раз по ходу квалификации. И Серхио Канамасов вчера опять получил штраф за уже жесткое поведение в гонке. И написал твит перед сном. Вы хотите, чтобы завтра я стал хорошим мальчиком наконец? Или может не надо? Так что я бы не сказал, что он осознал каким-то свое поведение. Здесь нам показывали борьбу на всех этажах, которые у нас продолжаются. Второй рейсинг инжиниринг, Ольян Лиаль. Ну как второй. На самом деле у него черная камера и формально это первый пилот. По сравнению со скоростью Леймера. Да, после начала сезона такого триумфального своего. Хотя он очень долго до этого не побеждал. Весь прошлый год мы говорили, что у него в 2011 году были победы. Так что вы можете себе представить, как он, наверное, заждался вот этого ощущения. Так что продолжается здесь борьба. Мы видели глазами Митча Эвансона, у которого камера, одна из четырех камер тоже на его болиде стоит. Видели вот эту борьбу и того, как он избежал в ней участвовать. Вчера мы, кстати, с этой же камеры на его машине. А вот у Лиальмера сразу две. Одна направлена назад. У Берда тоже, мы помним, заднюю камеру, когда вместе с Насром они заезжали на пидстоп. Вот этот момент, когда у обоих элементатор. И смотрите-ка, отлетает буквально кусок здесь у болида. Это был Сэм Бёрд, лидер гонки. И на торможении, то ли он почему-то проехал, но было ощущение, что в момент торможения что-то у него оторвалось. А это был первый же поворот, да? Да. Там полно, на самом деле, обломков. Так что... Как бы не проколол, а? Показывает нам камера его болид, но вроде все нормально. Так как держит он разрыв, всклети. Все здорово. И здесь стабилизировался все-таки дельман. Мы видим, что вот группа во главе с Куэйв Копсом пока не может с ним ничего сделать. А в этой группе какие бойцы-то? Там и Ляймер, там и Палмер. Каллада постепенно к ним подъехал. Да, он наехал. Нет, он наехал. Он наехал на обломок, который валялся. А, да, смотри, действительно. Просто он заблокировал колеса, видимо, когда уже увидел в последний момент. Или просто у него было жесткое торможение. Да, вот медленные проколы такая неприятная вещь, что будем надеяться, что она избежит сейчас лидера этой гонки. Конечно, переживаем очень сильно за Сэма Берда. Еще раз, настолько не повезло ему на Сепанге, настолько все могло закончиться здорово, что здесь накануне, пока шли на мягком комплекте, все было прекрасно у него. И боролся, и все было здорово. И недостаточное количество информации, я бы сказал. Вот то же самое Игорь Мазея пожаловался, понимаете. Да, команда iSport, конечно, на этой машине уже выступала два года. Но большая часть инженеров не осталась с командой. Они не переехали из Англии в Германию, где сейчас базируется русское время, на Ошерслебене. И вот сейчас заново приходится смотреть тоже чуть-чуть. Только это, наверное, в контакте с Росси как раз. Да, да, да. Роси-то заезжал, мы говорили, на пит-лейн. Сейчас он 24-м идет. В 37 секундах даже вот Биндера, который замыкает эту группу. Но это, правда, была информация, опять-таки, в последний раз, когда у нас что-то произошло на лайфтайминге после пятого круга. Так что вот сейчас, я думаю, что Биндер, который в свою очередь заехал на пит-стоп, все-таки оказался позади Росси. Ну, в любом случае, ну, 23-й сейчас Александр в минуте позади Сэма Бёрдер. Так что повторение подиума, наверное, ждать не стоит. Вы знаете, несмотря на то, что вот нам сейчас крупным планом показывали поврежденную машину, похоже, что Ляммер это никак не останавливает. И готовит он атаку на того же Квейф Хобса. Совсем он недалеко. Там и Дельман, но Дельман возглавляет еще раз эту группу. Из четырех человек, даже вот на этом плане видно, что чуть-чуть оторвался от них. Так что хорошо, что не пустил на первых же кругах. Ух ты, здесь сход Эриксон. Что ж, вторая гонка подряд. Без очков. При том, что он квалифицировался на первом ряду. Да, мы говорили, что Ляммер в 7 секунду привез. И все инженеры просто не понимали в разных командах, как это могло быть и в каком месте он эту секунду нашел. Но, тем не менее, лучшим из остальных в квалификации был именно опытный Эриксон. Как и Ляммер, у него это четвертый сезон уже начинается. И, в общем, как раз пора как бы задумываться о титуле. В последние годы мы помним, что пилоты достаточно опытные. Донадо становился также чемпионом в Альсеке. И Гражан вернулся в серию после первого неудачного опыта в Формуле-1. Уже автограмм-прием год провел. Ну, в общем, только опытные пилоты становятся. Поэтому, наверное, в этом году пришло время как раз, скажем так, для Ляммера, для Эриксон. Но если Ляммер подтверждает пока, то Эриксон не очень, я бы сказал. Ну, а если говорить о Калити, то он, по сравнению с ними, совсем пацан. Потому что для него это всего лишь третий сезон, а не четвертый. Я утриваю, конечно, да. Тем ценнее, например, то, что если Фрянц и Леросси будут показывать очень хорошие результаты в этом году, как Каладо в прошлом, здесь очень тяжело на Вичках. На Вичках не так много, их всего 6 из 26, вот на настоящем году. Ну, а тут надо сказать, что когда пилот завоевывает титул в Грам-при 2, он обязан покинуть эту серию. И мы видим, непонятно, что дальше за судьба их ждет. Мы видим того же Давида Вальсеки, который выиграл в прошлом году. Вот здесь, например, было целых 4 гонки. Три из них он выиграл абсолютно в частую. И сейчас, да, он формально тест-пилот Лотуса. Он один, но по большому счету это только формально. Ну, тогда Кимми отравился, вы помните, в Барселоне, он все-таки половину первого дня провел. Правда, пока подгодняли седушку, приезжали, и все, да. Это был форс-мажор. И Романа Грожана завернули от его беременной супруги, которой он почти долетел уже на самолете. Он там в Париже побежал обратно брать билет в Барселону, прилетел обратно. И вторую часть дня все равно Грожан отработал. Вот, смотрите, отважных бахрейнцев. Эх, пораньше бы, конечно, они убрали этот обломок. До того, как по ним Бёрт проехал. Ну, вот медленный прокол он может и через несколько кругов проявиться. Не обязательно, как у Юиса накануне в F1, когда он наехал. И Хембри сказал, видимо, какой-то металлический предмет, потому что резко лопнуло колесо. Там прогрев прошел до 200 градусов. И вот кусок этого предмета попал еще в момент сочленения, собственно говоря, полуось. Ее выдернуло, мы видели, колесо было почти оторвано. Коробка передач 5 позиций. Ну, в общем, девятое место в итоге на стартовой решетке. При Пауле. При Пауле его партнер, Ника Росберга. Все это будет уже через 3,5 часа. Так что, мы на эфире на России 2. На спорт 1 мы покажем в записи. Без рекламы. И уже к вечеру сегодня эту гонку. Клети и Нассер на позициях подиума. Дальше достаточно серьезно подостал Дельман, который как раз выиграл единственную из четырех гонок, которую не выиграл Вальсеки здесь в прошлом году. И Дельман по-прежнему сдерживает группу Куэйвхопс. Леймер, Палмер. Подъехавший к ним Каладо с Аптом. Два болида команды АРТ. И замыкает десятку сейчас Чикотто. Но сегодня очки первой восьмерки. Апт и Чикотто пока вне очковой зоны. Следом за ними Розенцвейк и Чикон. Канамаса, Стрюмер, Джавези, Рикельми и Фрянц, который идет на 17 месте. Бертон и Эванс, который лишь 19-й. Что пока у Фрянца и Эванса сильных прорывов не получается. Хотя вроде бы здесь есть где обгонять. Четыре длинные прямые, четыре зоны торможения. Следом за ними Лиаль, Де Йонг, Вархаук. Ну и потом вот группа пилотов, которые уже побывали в боксах. Росси, Корианте и Биндер. Ну и сошел у нас Эриксенков. 25 машин по-прежнему на трассе. Но Биндер уже крупно уступает сейчас лидирующему Сэму Бёрдер. У нас более-менее стабильная сейчас вообще в целом атмосфера на трассе. Потому что мы знаем по статистике, здесь не самое частое появление Фейскара. И во многом это, наверное, оправдано и погодными условиями. Потому что проливных дождей мы здесь точно не ждем. Были здесь, здесь чуть-чуть блокирует левое колесо, переднее правое. На торможении был здесь небольшой дождь в четверг. Ну так, накрапывал и в пятницу. Но это, конечно, недостаточно этого, чтобы на ту же промежуточную резину, скажем, переходить. Так что все спокойно, все стабильно. Но Фейнс, кстати, это единственный, кто все-таки улучшает позиции. Так, круг за кругом он все-таки хоть понемногу, но обгоняет людей в второй части второй десятки, скажем так. Не так много было обгонов в первой десятке. И один из них как раз это был Каллада, который прорывался-прорывался. И в какой-то момент прошел Палмера. Но вот на пятом круге Палмер вернул себе позицию. И по-прежнему сейчас находится впереди Каллада. Опять-таки, поскольку у нас пилоты сегодня на более жестком типе резины, я не думаю, что возникнут серьезные проблемы. Разве что на самых последних кругах. Вот с точки зрения именно резины. Посмотрим. Про Фейнса мы вообще много говорим. Потому что это одна из тех звезд, о которых много говорят в Паддаке. Даже несмотря на то, что в Паддаке Формула-1 я имею в виду. Несмотря на то, что он, собственно, в эту самую F1 еще не пришел. Хотя он уже тест-пилот команды Залбер. Он говорит, что во многом это формальность. Просто потому что по большому счету Залбер ведь не та команда, которая отдает пятницу. Если мы вспомним прошлый год, то это был один раз Гуль Терреса. Это вообще все как сенсацию восприняли. Потому что ну как так в Залбере вдруг кому-то другому пятницу отдали. Тогда как эта команда... Ну мы, в общем-то, идеальная для развития пилота. Мы помним карьеры и Филиппы Массы. Да, там начинались. Смотрите, какие-то обломки отлетали у Митча Эванса. От переднего гола. Знаешь, такое ощущение, что кусочки резины. Но прямо по ходу прямой. И в достаточно большом количестве. При этом вот он продолжает вроде бы ехать в той же группе с Леалем. Но следом там за ними Де Йонг. Большой скорости как-то пока не демонстрируется. Передний минут на Эльбертон. Вот Эванс все-таки будет пробовать обгон Бертона сейчас. И проходит этот момент. Проходит в последней связке поворотов. Чтобы, по крайней мере, одну позицию и Леаль сразу же здесь. С Липстримом. Посмотрим, даст ли ему такой же чистый, красивый обгон, как этого Эванса. И вот итальянский команды Трайдент пытается сопротивляться здесь сейчас. И может быть, здесь Леаль даже попробует еще и Эванса. Нет. Не вышло. И смотрите как. Не вышло. Не закрывает траекторию жестко и Леаль не сопротивляется. По большому счету ему некуда было убиваться. Так, Эванс сохранил свою позицию. Но и в ниче Эванс отъехать от них не может. Если у него действительно небольшие повреждения. Мы видели переднего крыла. Тут, конечно, скорости ему не хватает. Повтор 15-16, точнее 14-15 поворот последний перед выходом на прямой старт-финиш. Здесь никакого дреста нету еще раз. Сейчас у Леймера нестабильная была машина. Срывала ее позади Квейт Хоббса. И даже начинает он отставать постепенно. Но и Палмер не может ничего сделать. А вот здесь интересный момент. Смотрите. Апт не сдается. В какой-то момент его прошел Каллада. Мы помним. После этого мы говорили даже и Палмера прошел. Но затем Палмер вернул позицию. Каллада не висит на хвосте у Палмера. И больше того Апт начал подъезжать обратно. Таким образом лучший новичок прошлого года в Гран-при 2. А против него человек, который выстрелил, я бы сказал, во второй части сезона. И Монсу провел просто феноменально в конце Даниэль Апт. Да, не повезло. Да, он не смог. Ни он, ни такой, что взять титул. Титул взял в итоге Эванс. Но Апт выглядел просто супер молодцом. Здесь, конечно, несколько скромнее он начал сезон. И если Эванс уже приехал на подиум, как мы говорили, у Апта это не получилось. Но вот сейчас, может быть, подобрал ключик к этой машине. И мы видим, едет очень достойно на фоне того же Джеймса Каллада. Там был повтор борьбы Лиаля с трюмером. Похоже, все-таки прошел Лиаль своего соперника. Хотелось бы посмотреть, конечно, на эту группу очень поближе. Что касается группы вот здесь Кольфхопса и Ляммер, то так она и стабильность сохраняется. Но к радости для нас пока вот здесь стабильность в части сохраняется. Сэмберт впереди и с солидным преимуществом. Ух, здесь повтор. Да, снова он перетормаживает в первом повороте. Главное беречь резину, но он на более жесткой. И слава богу, наверное, что все-таки не стали стартовать на софте в русском времени, потому что тогда бы все это уже закончилось. Прорыв Фрянца продолжается. Просто прорыв феноменальный, я бы сказал. Жакушка нам не показывает. Пусть в хвосте передона, но обогнал. Фрянца опередил, Эванса опередил, Бертона опередил. Я так, на всякий случай, Рикельми. Ой, там широко выезжает Канамасас. Еще и Джавези вот сейчас обогнал. Так что позиция за позицией. Я думаю, что до очков просто физически он не доедет, но... А вот он как раз. Вот он. Вот он уже следом за Канамасасом. Как вы вчера сказали, я думаю, это войдет, скажем так, на этот сезон. По крайней мере, у нас! Вот еще что здесь было-то. Вот, собственно, поэтому широко он и выехал. Трюмер на Канамасаса. Скорее Канамасас на трюмера, потому что трюмера только что прошел как раз Ляль. Точнее... А, нет. Нет, вот трюмер. Следом за ним Канамасас. А где же у нас тогда колумбиец? Он был в этой группе. Он был вместе с Эвансом и боролся с трюмером. Да, не хватает нам немного лайфтайминга. Ну, да, будем смотреть на происходящее на экране. И вот здесь, смотрите. Атака трюмера на своего партнера? Теренчико. Теренчико. Попытки наши оживить тайминг здесь, к сожалению, друзья мои, не увенчались абсолютно никаким успехом. Что я могу вам сказать? Могу вам сказать, зато из, наверное, зависшей информации, зато они у нас едут быстрее, чем накануне. Сейчас лучшая максимальная скорость 303 у палмера и 303 же у трюмера, кстати, который все время находится, вот мы видим, в, скажем так, аэродинамическом мешке. Куэйв Хопс 302, как и Канамасас, кстати, который тоже все время в борьбе, и по 301 у нас Рэри Кельми. Накануне 301 только один единственный пилот показал, так что вот у нас уже пилоты прибавили. Формула-1 в этом же месте едет 315, причем не все, а самые быстрые. Поэтому вы понимаете, что на самом деле здесь не такая большая разница. Эта группа в очередной раз попытка атаки Чикона. Следом за ними трюмер Канамасас и Фрянц. Фрянц, ну, все-таки перестал прорываться дальше, потому что, может быть, убил резину, может быть, слишком много народу он обогнал. Здесь чуть было не было контакта у трюмера, но успел он до конца вытормозить. И обратная атака, я смотрю. Барва Адакс пытается прорваться. Нет, Чикон. Резинцвейгу не дает здесь так просто сохранить свою позицию, и похоже, что и трюмер сейчас там будет его понять. На подъеме, смотрите, смотрите, какая борьба. Тройная борьба. Чикон на внутренней траектории. Трюмеру не получается проехать мимо. И в итоге Резинцвейг-то этим воспользовался. Воспользовался и отстоял свое место. Да и Канамасас там воспользовался тем, что приблизился к этой группе. И, смотрите, будет атаковать. Ух! Целиком вот здесь в данной ситуации уж на что у нас Канамасас жесткий боец, да? Но в данной ситуации я бы сказал, что его Симон Трюмер вынудил выехать целиком, во-первых, за трассу. К тому же промахивается на торможении, пытался повнешне его пройти. И сейчас вот это сработает на Фрянца. Но Фрянц потерял скорость. Смотрите, он уже сдерживает наоборот ту группу, которая позади него. Фрянц все-таки убил резину. Но, зная Робина по его выступлениям и в 2 литра 2 года назад, и в прошлом году в 3,5 в мировой серии, я думаю, что будет в любом случае бороться до конца. Тем более, что огромное количество и гравия на трассе, вы видели, и вот этих червячков резины, шариков. Так что, в общем... И песка, не надо забывать о том, что здесь все-таки наносит ветер песок. Кроме 1 будет весело, особенно на более мягком миде на сегодня. И к тому же трасса прогреется еще больше, потому что сейчас, в принципе, у нас начало дня. Ну, начало дня, вы знаете, здесь понятие такое. Просто, друзья, чтобы вы понимали, 31 градус уже воздух, сейчас 43 градуса температура асфальта. Ветер 2 метра в секунду. Ветер дует. Сейчас у нас на главной прямой справа. Смотрите, там Канамасас с Розенцвейга сейчас будет обгонять. Но Трюмер тоже пытается воспользоваться этой ситуацией, остается внутри. На этот раз не вышло тройной борьбы на прямой. Все-таки не хватило ему дистанции. Пытается перекрестить сейчас Серхио Канамасас и выигрывает. Выигрывает. И вот уже из трех в этой группе двоих он обошел. Правда, третий отъехал за это время. У него еще есть достаточное количество кругов, чтобы попробовать догнать. Единственное, что может, понятно, резину свою убить, так же, как и тот же Фрэнс в борьбе, в погоне. Там и Дамси, я смотрю, тоже прорывался. Единственный оставшийся Рикельми, который очень далеко стартовал в 24-м. И уже... Команда, которая двух чемпионов последних нам предоставила подряд. Романа Грожана и Давида Вальсяйки. Пилотов, которые выигрывали в гонке одна за одной. И вот в этом году, я думаю, что может быть достаточно большой провал, если Эриксон будет дальше так же не вести. И Рикельми, который вроде зарекомендовал себя один из самых быстрых новичков. И здесь не очень у него получается, но как раз при этих словах он начал уже атаки на Фрэнса. Пилот команды Хилмер действительно слишком много, видимо, резины потратил на эти многочисленные свои обгоны. И сейчас группа распалась. Не смог он до вот этой группы трюмера Канамаса, условно, ехать. А наоборот, сдерживает уже здесь и Эванс, здесь и Лиаль. Эванс, который может, кстати, выиграть от вот этой борьбы. Дамса, Рикельми с Фрэнсом. К первому повороту, похоже, у нас будет Адака. Ну, по внешней, по внешней, слишком медленный поворот, чтобы там пройти. Сейчас может выиграть Эванс, действительно, если он перекрестит троих. Нет, вы посмотрите, вы посмотрите, не держит Хилмер совсем уже. Ух, ох, ох, Лиаль сейчас ходом накатывал. Сразу троих пропускает. Фрэнс очень жестко оборонялся, но оставил ему место. И все, он разом троих пропустил. Вот так. Рикельми, Эванс и Лиаль в полном составе проехали. Борьба между ними тоже продолжается. Смотрите, Лиаль, который у нас вчера тоже, в общем, как и Эриксон на старте. А он после пидстопа совершил ошибку, покаялся в ней. Очень здорово ехал. Он претендовал реально где-то на седьмое-восьмое место. У него был лучший круг потом. Но и его не засчитали в качестве двух очков, потому что в итоге он далеко приехал. Так что он заглох на пидстопе. Это время было потеряно. Затем он превысил скорость. Еще штраф за это отбыл. В общем, это был не день колумбийца, скажем так. Донесуется. Нет, колумбийца, все правильно. Колумбийца, Лиаль, колумбийца. Мы знаем, у нас есть уже один знаменитый колумбийец, который гонялся в открытых колесах сейчас в Наскаре. Я бы сказал, что в открытых колесах у него было больше эффектов. Как в Индикаре, так и в Формуле-1. В Наскаре пока только на дорожных красах он выигрывал, в кое случае, в два раза в год. Но в любом случае, мы продолжаем следить за его карьерой, потому что уже что-то родное, родное имя. Так что вот посмотрим. Еще один лиг колумбийца подрастает, потому что всего 20 лет для Альо. Здесь, в общем, все молодые. Понятно, что это серия юниоров. Еще раз повторимся, серия для... Это смотр своеобразный для будущих пилотов. Формула-1, но у всех карьеры более-менее по одной схеме идут. Ух ты здесь, смотрите, атака. Проходит. Проходит. И, кстати, это очень важное изменение. Вы знаете, это обратный обгон тому, что было вчера. Чикон-Чикотта. Вчера, напомню, борьба не закончена. Борьба не закончена. Джонни пробует сопротивляться. А посмотрите, кто у нас здесь подъехал. У нас к ним подъехал Канамасас. И пока Чикон с Чикотта продолжают выяснять отношения, Канамасас и примкнувший к нему трюмер вполне могут прорваться в первую десятку. Вот только что Канамасас и трюмер боролись со всем другими людьми. А сейчас мгновенно доехали до этой пары. Трюмер все-таки не сдается. Очень смелый маневр, учитывая... Канамасас целиком на... Как бы не был вчера, в такой же ситуации наказали. А наказали Биндера, насколько я помню. Ну да, за Эванса. То, что он выглядел, хотя там было не очевидно. Здесь тоже я бы не сказала, что так уж очевидно. Тем более в такой борьбе. В общем, они оба друг друга стоят. Да, Джонни Чикотта, смотрите, смог отстоять пока свою позицию. Но проблема в том, что это за то же самое, кстати, десятое место, что было на последней круге вчера. Но тогда десятое место было синонимом очковой зоны. Здесь более короткая гонка. И, как мы говорили, еще пару позиций надо было бы выиграть, чтобы попасть в очки. Сейчас в очках, пока Каллада, Апт, ну, все-таки отстает. Одна и семь у него. А вот дальше, как раз на десятом месте Чикотта, там Чикон, который его только что прошел, было но ненадолго. И затем уже подъехавший Канамасас и Трюмер. А Розенцвейга больше в этой группе нет. Он потерял достаточно много позиций. Кстати, вот тот повтор, который был с Трюмером, с тем, с его поздним торможением, я сказал, там, к счастью, недоконтакта. Нет, было видно на крупном плане, что нос поврежден. Не так сильно, как у Кими Райканина в Китае. Но в любом случае есть повреждения. А здесь и проходит. Чикон прошел. Прошел чемпион автогран-при, который сражался с Сергеем Афанасьевым, мы помним тогда. Да, и если бы англичане дали визу в Донингтон, нашему пилоту, то вполне возможно, что чемпионом был бы не Чикон. И даже скорее, вероятно, итальянцам виза в Англию не нужна. Поэтому какие-то свои очки он там набрал. Их хватило, чтобы в итоге стать чемпионом. А дальше Гран-при 2. Может быть, большая карьера. Посмотрим. Так или иначе, борьба Куэйв Хоббса с Леймером, который у нас с самого старта сейчас продолжается. Но мы говорили по максимальной скорости. МП настроена продолжатель колонии. Это теперь и голландская команда. Итальянцы любят максимальную скорость. Поэтому вот машины настроены на максималку. Там, кстати, и Палмеру нам показали графику 1,2. Так что он тоже недалеко от этой группы. Если Леймер будет атаковать. Представляете? На свободном порядке. Секунду на квалификации. Вчера уже не так уверенно было в гонке. В какой-то момент коллектив с ним боролся. Пару раз. В конце даже начал подъезжать на более жестком комплекте. Но все-таки не хватило ему. А вот здесь, попав в трафик с самого старта, он так и не смог ничего сделать. Но опять-таки... Ну, плюс у него повреждена все-таки машина. И плюс надо сберечь резину. Потому что здесь нет все-таки пидстопа. Так что достаточно много факторов для того, чтобы более-менее аккуратно ехать. Мы видели Фрянца, сколько он атаковал. Да, и сейчас теряет скорость. Палмер. Двойная атака блокирует. Здесь Леймер. И Джолиан Палмер. Похоже... Нет, нет. Просто поторопился сказать, что он проходит. Но все-таки он прошел. Связка 2-го в 3-й. Здесь очень интересно сделано. И мы видели, можно ехать. Практически параллельно. Тут же активизация Каллада. Ух, Леймер начал терять очки сейчас. Все это в пользу, конечно же, коллектива, который по-прежнему второй. В 3-х секундах позади Сэма Берда. Но... Тем не менее, 15 очков за победу. 12 за второе место. Ну, а... Да и вообще два подиума подряд. Прекрасно. И четвертый уже для коллектива. Ну, я имею в виду этот уикенд, да. Да, да, да. А вот Леймер выпадает сейчас. Выпадает уже из больших очков. И может выпасть из очков в принципе, если... Смотрите, Каллада его уже прошел. А впереди кто-то перетормаживает. Это Палмер. И сейчас и Апт действительно может целиком убрать Леймера из очковой зоны. Если только вот ребята горячие впереди что-то не поделят. Два британца Палмер и Каллада. Это шанс Леймера. Действительно, здесь кусочки резины отлетают буквально из-под колес. Это воскресное утро еще-то. Представьте, действительно, что будет во время Гран-При Формула-1. Есть и задняя камера на машине Леймера. Мы ее уже видели. Интересно было бы посмотреть, насколько близко Даниэля сейчас тоже к нему. Судя по всему, очень близко. Судя по всему, вот это будет атака за очковую зону, реально за восьмое место. Вот, видно вот здесь. Да, да, да. Глазами даже, что он близко. Вот эта группа в принципе целиком плотная. Но еще сейчас встает уже Леймер. Бертон тем временем показал лучший круг. Но как раз поскольку Бертон у нас идет на 23-м месте, он не удовлетворяет сразу двум позициям. Во-первых, он не в десятке. А во-вторых, он совершил пидстоп без изменения погодных условий. Во-вторых, он опять перетормаживает Леймера. Понимаете, здесь уже в таком состоянии его резина. Апт уже начал атаковать. Сейчас молодому немцу хватит опыта только, чтобы в свою очередь не убить резину в преследовании опытного швейцарца. Палмер едва не потерял машину позади Куэйф Хоббса. Пытается теперь Куэйф Хоббса обогнать. Вот там же позади какая борьба тоже была. Здесь три англичанина на самом деле. Посмотрите, три. И Куэйф Хоббс, и Палмер, и Калада. Пзади два германоговорящих товарища. Лабью Леймер. По-хорошему, не можно позавидовать по количеству вообще гонщиков. Во всех сериях. Зато у нас здесь... Нет, пилотов у нас 4 мировой серии здесь пока нет. Зато у нас есть своя команда. Целиком. С названием, с флагом, с нашим директором. И сейчас пока по-прежнему первое и четвертое места. Вот эта группа с Куэйф Хоббсом все-таки от дельмана отстала. И пока они борются между собой, это тоже на том и немножко работает. Да, Насра он догнать не может. Но, по крайней мере, вот эта вся борьба разворачивается уже достаточно далеко позади у него за спиной. Здесь видно было на повторе крупным планом. Переднее левое колесо. Там вообще аж метки у Леймера практически отлетают от него. А я вот с тем временем догнал Розенцвейка. И прошел. Розенцвейк долго был вот в той самой группе, да, с Канамасасом. Но отстал. И теперь... Митч Эванс, который, мы говорили, стал самым молодым пилотом, когда-либо поднимавшимся на подиум в рампри 2. Всего 18 лет. Подопечный Марка Вебера. И в Малайзии он третьим приехал в одной из гонок. Поэтому, несмотря, кстати, на проблему, у него было пищевое отравление. Большой был молодец. Вчера были неприятности. Смотрите, по внешней попытка атаки Каллада. По внешней. Не ожидал этого Палмера. Пропустил атаку. Каллада взял и просто объехал его между первым и вторым поворотом. Очень красивом стиле. А пока с Леймером так справиться и не может. Дальше мы видим ситуацию. О, Канамасас прошел Чикотто. Мало того, что Чикон отстоял позицию, да, еще и Канамасас, мы видели, вот на этой графике прошел Чикотто. А все, Фрянс все поплыл. Там и Джавези, и Розенцвейк, и Дионг, и Вархаук впереди него. И только вот группа в главе с Росси, которая побывала на пидстопе, еще Фрянс не прошел. Слишком активно, не хватило опыта. Он привык на Мишлене в мировой серии, стабильный, который всю гонку позволяет проехать, да. А здесь, видимо, ждал того же самого Пирелли, начал обгонять одного за одним. И очень здорово прорвался, мы говорили. А затем резина закончилась, и один за одним уже обратно его обогнали. Знаете, меня пугает вот здесь вот то, что мы видим. Да, я понимаю вас. Уже подъехал там 6 десятых было только что на ваших экранах между Халити и... И Насар близко. Вот первая тройка. Насар совсем близко, да. Так что первая тройка здесь перетармаживает. Блокировки, причем у обоих, у обоих преследователей Сэма. Похоже, проблема с резиной у всех. Проходит Халити, и Насар проходит мимо Насар, который уже побывал на подиуме тоже в Малайзии по ходу этого сезона. Нет, да, во второй гонке. И также во второй гонке, также готовит... Кстати, он был вторым тоже во второй гонке. Так что вот все один к одному. Что-то здесь Халити... Перейти просто нужно добраться до финиша, с другой стороны. Осталось всего-то совсем ничего до финиша. Но он видел, что Сэм сбросил темп. Он начал его преследовать. Это тоже понятно. Любой пилот хочет выиграть. И он как раз выиграл в предыдущем этапе на Сипанге. Вот группа Квейт Хоббса. Калада и его пытаются сейчас пройти. Какой прорыв за две гонки у Калада, а? В 21-м вчера стартовал. Напомню, и прошел. Прошел, смотрите. Да, так что Калада сейчас у нас стал на пятом. И значит, это он, главный преследователь Дельмана. Но уже все-таки у нас остается не так много времени до финиша. Последний круг сейчас. Вот, игра позади. Ой, Калити там снова широко выезжает. И целиком у него машина. Наср как близко, а? Все, Калити больше не соперник. И даже Дельман там уже показался, перетормаживает Сэм Бёрд. Последний круг. Всего несколько поворотов. В скоростной связке 11-го, 12-го сейчас находятся гонщики. Это окончание второго сектора последнего круга. Вот прямая, длинная прямая на спуске. Смотрят в зеркала здесь Бёрд. Будет атака, будет атака. Атака в последней связке поворотов гонки. Внутреннюю траекторию закрывает Сэм. Вов, только бы не до контакта. Держим. Филипп будет пытаться перекрестить при выходе на стартовую. Здесь двойной поворот. 14-й, 15-й. Практически бок о бок. Но хватает дистанции. Хотя очень, очень мало было. Уф, и финишную черту пересекает первый. Победа. Победа Сэма Бёрда. Победа от команды. Russian Time большими заглавными буквами. Российское время. Команда, да, на базе айспорта, но команда, которая была организована буквально в самый последний момент перед началом сезона. Даже первые тесты не удалось целиком нормально отработать. Никакого понимания не было по жесткой резине. А здесь, смотрите, тоже в этой группе. До самого финиша, там, где Ляймер был, и его уже догнали. Мы видели и Канамасас. Сейчас, наверное, Фрэнс будет переживать по поводу того, что не пошел он в команду русское время. Так что вот эта победа в каком-то смысле должна ему показать, что он потерял. Учитывая, что он на более слабой машине так сильно прорывался. Это на машине, которая бывший Ocean Racing, самая, наверное, слабая команда прошлого года. Ну что ж, что сделано, то сделано. А вот этот человек может радоваться, что он попал в замечательную команду. И первый результат. Первая победа. Первая официальная победа. Здесь история айспорта не будет учитываться. Это новая команда. Мы говорили, МП у нас в этом году появилась на стартовой решетке. Ну и русское время. Хилмер тоже, Хилмер. Вместо океана МП вместо колонии. Знаменитые имена, особенно колонии, конечно. С Тиаго Монтеера всего несколько лет, то МП колонии в Формуле 1 в свое время побывал. И вот замедленный повтор этой атаки за лидерство. С одной стороны у нас опять-таки прославленный, пусть и не в этих гонках коллектив, Карлин. Который уже здесь дважды успел победить вместе с Чилтоном, которого сегодня день рождения, кстати, 22 года. Ему еще предстоит побороться с Вандергарда по ходу своей гонки. Смотрите, у нас фотофиниш практически. Потрясающе, да. Потрясающе. Там какие-то сантиметры отделили. И радовались механики. Очень хорошо, на самом деле, что он выигрался, потому что они уже начали радоваться. А вот если бы проехал мимо... Это было бы в стиле Филиппа Маса, который был 30 секунд чемпионом. Да, вот смотрите, вон вся наша команда там высунулась. И да, вот Насар проехал мимо, но вторая гонка подряд, воскресная для Насара, заканчивается вторым местом. В чемпионате достаточно здорово у него. Лайфтайминг там так и не хочет давать окончательных результатов. Ну вот посмотрим здесь. Восьмым в итоге у нас Квейв Хоббс, так что без очков Леймер. Вот так. Квейв Хоббс получает одну очко. Апт два. Апт два очка. Вот так. Потрясающий абсолютный момент. Палмер три, Каллада четыре. Также у нас без очков те, кто... Нет, что я говорю, 4 и 6, соответственно, простите, да. Ну, соответственно, вся вот эта табличка у нас тоже без очков. У нас здесь много пилотов относительно Формулы 1 и больше. Что касается Фрянца, то мог он прорваться. Но в итоге, смотрите, на 23-й, на предпоследнем месте он финишировал. У нас были и двое сошедших. Были и бои в первом повороте с поломками, с обломками. Но в целом гонка сложилась. Очень интересно. Было много борьбы. Обратите внимание на резину, на ее состояние. Вы сравните того же Калити. Вот там можно было увидеть состояние его резины по сравнению с машиной Бёрда. Здесь поздравляют друг друга пилоты. Бёрд, вы знаете, за первые две гонки 16 очков. За первые три даже гонки. Две в Малайзии, одну здесь уже по крайней 16 очков. Сегодня разом 15. Это раз. А самое интересное у Насра ситуация. Он финишировал все время на разных местах. Но мы говорили, что за субботние и за воскресные гонки разное количество очков дается. Так вот у Насра четвертый раз подряд по 12 очков. То есть там четвертое место, второе место, четвертое место, второе место. Но каждый раз они дают по 12 очков. Вот Сэм Бёрд подошел к Стефану Калити. Филиппе Насру очень приятно видеть вот это. Мы видели, искренне его поздравил. Никаких жестких жестов, никаких «ты меня не пустил». И вот Игорь Мазепа. Человек, который в свое время работал у Пенске в Америке. Который работал в Моторпарк Академии. Это для нас, да, Россия. Моторпарк Академии в Германии, в Формуле 3. И вот здесь с нуля практически создал в последний момент команду Гран-при 2. Команду, которая уже в четвертой своей гонке на втором этапе выступлений выигрывает. Да, может быть, с перевернутым стартом. Да. Но мы видим, даже капитанский мостик они один делили с командой МП. Не досталось им своего Салякова. Ну, лиха беда начала. Лиха беда начала. Очень много очков сегодня. Так что у Лямера остается 54 в итоге. У Акалити становится 64. У Насра 48. Каллада 24. Палмер 22. И Бёрд очень здорово прибавляет. У Бёрда сразу 41 очко. 31 очко, простите. В эту группу он проходит. И если мои расчеты правильные, то Бёрд сейчас выходит на четвертое место в чемпионате. Позади Калитинового лидера. Леймера и Насра. Да, вот как раз. Кстати, смотрите, на 2 очка еще больше у Сэма Бёрда, значит, ему дали лучший круг. Значит, лучший круг Бертона, ну, как мы уже говорили, естественно, не разосчитано. Вот из первой десятки смотрим, у кого лучший круг. Вы знаете, у Насра должен был бы быть одна... А нет, у Каллады вообще одна 47-598. Он говорил, я очень много блокировал колеса в первом и в десятом повороте. Уже после пяти кругов, говорит, Калитив. Да, в начале у нас был контакт, и он вылетел. Может, он про Леймера говорит? Потому что я что-то не помню, чтобы Калитив был контакт с Калитивом. Вот, к сожалению, друзья мои, мы перебираем. Очень хорошо, еще раз приятно. Вот сердечко Игорь Мазепа, наш директор нашей команды. И мы победили сегодня, так что день начинается неплохо. Увы, нет времени у нас на подиум сейчас. Но в любом случае, мы знаем, как выглядит Семберт по боксам Мерседеса, которых он часто появлялся в Формуле 1. Я думаю, увидим еще его сегодня, может быть, во время трансляции. Трансляцию еще раз вам анонсируем. 15.45, Россия 2. Не пропустите, для вас будут работать Наталья Фабричнова и Алексей Попов. До встречи.